Здравствуйте, я вот немножко не в формате по инструменту, надеюсь, буду в формате по всему остальному. Прозвучит первая песня, исполнитель Федеринской, прозвучит первая песня Александра Галича. Я считал слонов, да его нечет и вчет, и все-таки я не усну, не трус, но тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мне, черт, ну как старина, ну как же мы порешим, подкупивший союз льда в стремена, и еще чуток погреши. И ты сможешь лгать, и сможешь блудить, и друзей предавать гуртом, а то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, 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 потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горкой порой сидит, и что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить, и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, 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 потом. А что душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так В наш атомный век, в наш каменный век, за совесть цена пятак. И на что оно нужно, это добро, если всем дорога залу. Так бери же скорей, старина, перо, и вот здесь подпиши в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и продвинул ко мне флакон. И я спросил его, это, кровь, чернила, ответил он. Спасибо, Иван. Будьте добры, еще что-нибудь исполните. С огромным удовольствием. Пожалуйста, в каком-нибудь другом эстетичном ключе. Нам будет все посмотреть на вас с разных сторон. Единственный момент такой, в мониторе голос прям в половину, если можно, поменьше, потому что я себя здесь глушу, как рыбу. Раз, два, три, раз, два, три. Я не знаю, что в зале, а в мониторах пока ничего не меняется. Раз, два, три, четыре. О, спасибо большое. Михаил Кочетков. Мой дедушка, старый, милый старик, мечтал, что я стану большим скрипачем. И даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его не закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачем. Он плавать мечтал в океане, на старом пиратском торгете. Среди окон альбатросов мечтал стоять он на борту, Слегка под выбившим матросом, с огромной трубкой во рту, Кричать в бою, осипшим басом. На бордаши рулев вперед, быть одноногим, одноглазым, И даже раненым живут, как он мечтал. Из океана вернуться на родной причал, Веселым, он дарил, над пьяным, обжимом. Как он мечтал в борту лункова, геребьера, В объятиях гейша задушить. Ключет он ускрипач, холера, сыграй мечет для души. Но время проходит, и дедушке нет. Он больше не будет стоять над душой, Ему глубоко безразлично, Что в лучах скрипач не старает. Он по вечерам достает инструмент, Ему учить скрипку и всем хорошо, Ему же это все безразлично, Ведь он далеко от океана. Среди опух и альбатросов мечтал стоять он на борту, Слегка добокатывающим матросом с огромной трубкой во рту, Кричать в бою осипшим басом. На бородаж, орлы, вперед, быть одноногим, Одноглазым, и даже раненым живут, Как он мечтал из океана вернуться на родной причал, Веселым, раненым и пьяным. А, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке, Перевьем вам я тихо кейшу убереть, Кричать, а ну, скрипач, холера, Давай играй, я буду петь. Он и пел бы про скрипку, Про скрип старых мачт, Про вот сама на злую собаку. А маленький, злой, Одинокий скрипач Играя по скрипке И плакала. Спасибо! Это был Иван Еловинский из города Москва. Иван, подойдите мне, пожалуйста. Прошу.